Хадис под номером 91 Передаются слов Зайда бин Халида Аль-Джухаани «Да будет доволен им Аллах», что как-то раз один человек спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что следует делать с Надином. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Сначала узнай, кому принадлежит веревка, которая связана, найденная, или сосуд, в котором находится найденная, а потом объявляй о находке людям в течение года, после чего можешь пользоваться этим. Однако, если к тебе придет хозяин найденного, тебе следует отдать находку ему». Этот человек спросил, «А что делать с заблудившимися верблюдами?» И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался так, что щеки его покраснели, или лицо его покраснело. И он сказал, «А что тебе до них? Ведь на верблюдах будут бурдюки, и у них имеется копыта? Они же сами приходят к воде и объедают листья с деревьев. Так не трогай же этих верблюдов, чтобы хозяин смог сам найти их». Затем этот человек спросил, «А что делать с заблудившимися овцами?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Они достанутся тебе, или твоему брату, или волку». Хадис под номером 92. Сообщается, что Абумуса, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды люди стали задавать пророку, да благословит его Аллах и приветствует, такие вопросы, на которые он не хотел отвечать. Однако, когда люди, задававшие их, принялись настаивать, он сначала разгневался, а потом сказал им, «Спрашивайте меня, о чем хотите». Один человек спросил, «Кто мой отец?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Твой отец Хузафа». Потом встал другой человек и спросил, «Кто мой отец?» «О посланник Аллаха». Он ответил, «Твой отец Салим, вольно отпущенник Шайбы». А когда Абумар увидел по его лицу, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, гневается, он сказал, «О посланник Аллаха, поистине мы приносим свое покаяние всемогущему и великому Аллаху». Глава. О том, кто встал на колени перед имамом или рассказчиком. Хадис под номером 93. Сообщается, что Аз-Зухри сказал, «Аназ ибн Малик сообщил мне о том, что когда однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к людям, Абдуллах ибн Хузафа встал и сказал, «Кто мой отец?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Твой отец – Хузафа». Затем они стали настаивать с вопросами, «Пока он не сказал, спрашивайте меня». Тогда Умар встал на колени и сказал, «Мы довольны Аллахом, как Господом, исламом, как религией, и Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как пророком». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, промолчал. Глава о повторявшем свои слова трижды для того, чтобы его понимали. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «И поистине это клеветнические речи», и он продолжал повторять их. Ибун Умар сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал, «Довел ли я?» Хадис под номером 94 «Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к кому-либо с салямом, то делал это три раза. А когда говорил что-нибудь людям, он обычно повторял сказанное трижды». Хадис под номером 95 «Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил что-нибудь людям, он обычно повторял сказанное трижды, чтобы его правильно понимали. А когда приходил к кому-нибудь, то приветствовал хозяев дома тоже три раза». Хадис под номером 96 «Сообщается, что Абдуллах ибн Амар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Как-то раз посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отстал от нас во время одной из наших поездок и присоединился к нам же после того, как настало время после полуденной молитвы, асар, а мы в это время совершали омовение, и некоторые из нас начали протирать ноги». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, изо всех сил закричал «Горе пяткам от мук огня», повторив эти слова дважды или трижды. Глава «Обучение человекам своей рабыни и своей жены». Хадис под номером 97 «Сообщается, что Абумуса, да будет доволен им Аллах», сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, троим уготована двойная награда человеку из числа обладателей Писания, уверовавшему в своего пророка, а затем уверовавшему и в Мухаммада, подневольному рабу, если он выполняет свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к своим хозяевам, а также человеку, имевшему рабыню, с которой он сожительствовал и которую должным образом воспитывал и обучал, а потом освободил ее и женился на ней. Каждому из них уготована двойная награда. Глава Увещание и обучение женщин имамам. Хадис под номером 98 Передают со слов Ибн Аббаса «Да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который вышел из мечети вместе с Белялом, подошел к женщинам, решив, что они не слышали того, что он говорил. И он принялся увещевать их и велел им давать садагу. Женщины же стали отдавать свои серьги и кольца. А Белял собирал все это в полу своей одежды». Глава Стремление к изучению хадисов Хадис под номером 99 Сообщается, что Абу Хураира «Да будет доволен им Аллах!» сказал «Однажды я спросил о посланник Аллаха, кто из людей обретет наивысшее счастье благодаря твоему заступничеству в день воскресения». В ответ посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует», сказал мне «О Абу Хураира, я так и думал, что никто не спросит об этом раньше тебя, поскольку я видел, как ты стремишься слушать мои слова». В день воскресения счастливейшим из людей благодаря моему заступничеству станет тот, кто скажет «Нет Бога, кроме Аллаха, будучи искренним в сердце своем или в душе своей». Глава «Как будет исчезать знание» Хадис под номером 100 сообщается, что Абдуллах бин Амр бин Аль Ас да будет доволен Аллах ими обоими, сказал «Я слышал, как посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует», сказал «Поистине Аллах не забирает знания, просто лишая его своих рабов, но он забирает знания, забирая из мира знающих, когда же он не оставит в живых ни одного обладающего знанием, люди станут избирать для себя невежественных руководителей и им будут задавать вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других». Продолжение следует... Продолжение следует...